Помните, что я вам говорил, друзья мои, соседи, не должны знать, что у вас праздник, поэтому мы открываем игристая тихо и крутим что? Бутылку, а не нашу пробочку. И она тихонечко, совсем не спеша, делает вот такой вот звук. Кто здесь? Всем привет, меня зовут Леша Дмитриев и я обожаю вино и все, что с ним связано, особенно если речь идет об игристом вине. Недавно я подумал, от чего бы я никогда не отказался, так это от бокала хорошо охлажденного игристого вина. Тем более, если речь идет о моем самом любимом производителе игристого вне региона Шампань, потому что в Шампане у нас шампанское, а тут игристое вино Домейн, Цен-Мишель, американцы, США, штат Вашингтон, северная часть, идеальная для выращивания сортов, которые пригодны для производства игристого. Шардоне, Пинонуар, Пинонуинье. И в данном случае у нас Блан-де-Нуар, белая, чисто из красных ягод. В нашем случае это чистый, стопроцентный Пинонуар. Ой, вкуснятина. Вы видите, мой кораблик держит табличку пузырьки плюс ягодородную любовь. Сейчас ягодный сезон, клубника, будет земляника, вишня, черешня, что угодно. И с игристым это будет просто бомба. Хотя вчера мы с Ниной отважились отведать, отважились отведать. Окей, double-o. Просекко с запеченным цыпленком, и это было очень вкусно. Ну, очень. А ягода игристая, это классика. Соответственно, в сезон у вас всегда должна быть контрольная бутылочка игристого дома в холодильнике. А вдруг гости нагрянут не в морозилку за полчаса, а заранее, за пару дней. Ну что ж, вы видели, мусс у нас был не очень плотный. Довольно такой расхлябистый. Такие были большие пузыречки. Осел он в течение 6-7 секунд. Мы видим, что вино у нас написано белое, из красных ягод, да, из черных. На самом деле оно такое розоватое, бледно-бледно-бледно-лососевое, что ли, да? Бледно-персиковое. Но очень приятное. Наверное, знаете почему? Потому что я уже даже чувствую, насколько оно должно быть вкусным. Игристые штуки, это моя слабость. Оценим аромат. Такое ощущение, что мы прогуливаемся возле бабуши, которые продают уже ягоды на рынке. И, ну конечно, не ныряем в лукошко, а где-то рядом, далеко возле дикой малины. И, может быть, не дозревшись слегка клубники. Элегантный нос. Алкоголя всего 11%. Это всегда клево, особенно для игристых вин. В шампанском обычно около 12, в винтажном около 12,5. Элегантный нос, честно. То есть можно даже его покрутить. Появляется такая легкая, даже минеральная нотка. Душевно. Что же во вкусе? Как вы понимаете, выплевывать такое вино. Конечно же, кощунство. Никаких плевательниц сегодня. Кстати, ягод нет, это упущение. Клево. Клево. Оно не слишком брючистое, я бы сказал. Кислинки в меру. Легкая-легкая сладость в послевкусе. Она, скорее всего, полусухое. Послевкусие чувствуется... Хотя послевкусие довольно длительно, я удивлен. Я думаю, будет оно чуть послабее, да? Чувствуется, опять же, нотки малины и уже красной смородины. Душевная, очень душевная. Нереально питкая. Можно выпить его очень много. Поэтому будьте бдительны. Вы знаете, да? В прошлый раз я пробовал эпизод номер 150. Это было «Блан де блан». Я ему дал 89 баллов. И этому вину я дам с удовольствием 88. Может быть, чуть-чуть не такое комплексное во вкусе, но все равно может сочетаться с очень многими блюдами. В приложении «Вино и еда для айфона», которое у вас многих есть, я знаю, у нас будет эта позиция новенькая, уже совсем скоро. И посмотрите, какая палитра блюд подходит. Брускетта с томатами, калифорнийский ролл, красная икра, даже мясные салаты, паста с морепродукторами, озерная форель. И если вам повезет и будет где-то там рядом бабушка, она вам успешет ягодный пирог, который вы с удовольствием... Вы уже знаете, что принести, да? Этот прекрасный ужин. Конечно же, «Блан де нуар» «Де Мэнсен Мишель». 100, около 170 гривен за это вино. По-моему, конкурентов данной ценовой категории этому игристому просто нет. Я с удовольствием хочу вам пожелать в этом ягодном сезоне не упускать возможность полопать клубники, земляники, всего что угодно, совмещать с приятными игристами, будь то просекко или кава, или данное вино с севера США. Главное, пейте в меру и ответьте мне на маленький вопрос в конце. Когда вы слышите 50 на 50? Какие у вас возникают ассоциации? Дегустируйте вино, не забывайте делиться своими впечатлениями. А я с удовольствием вам буду в этом помогать. Субтитры сделал DimaTorzok